Американский авианосец, базировавшийся у берегов Израиля, вернется в США. Американский авианосец Джеральд Арфорд вернется в Соединенные Штаты, завершив свою дислокацию в Восточном Средиземноморье, которая началась для поддержки Израиля после нападения Хамас 7 октября. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters, сразу после жестокой атаки Хамас на Израиль ударной группе USS Gerald Arford Carrier Strike Group было приказано отправиться в Восточное Средиземноморье, чтобы содействовать нашему региональному сдерживанию и обороне, заявили в ВМС США. Отмечается, что новейший авианосец военно-морских сил США Джеральд Арфорд, размещающий более 4000 военнослужащих и 8 эскадрильей самолетов, стал мощным символом американской поддержки, подойдя к берегам Израиля после нападения палестинских боевиков. Министр обороны США Ллойд Остин трижды продлевал срок его развертывания в надежде, что это присутствие удержит Иран и связанные с ним группы, в частности ливанскую, Хизбуллу, от нападения на Израиль. Министерство обороны будет продолжать использовать свою позицию коллективных сил в регионе, чтобы сдержать любое государство или негосударственное образование от эскалации этого кризиса за пределы газа, добавили в ВМС США. Утверждается, что авианосец Джеральд Арфорд вернется на свою домашнюю базу в Виргинии. Помощь Израилю от США. Соединенные Штаты Америки с начала войны между Израилем и Хамасом поддерживают израильскую сторону. В частности, они направили несколько своих авианосцев и тысячи солдат к берегам Израиля в Средиземном море, чтобы не допустить вмешательства в конфликт других стран или группировок. Также США ранее подтвердили отправку в Израиль двух систем – «железный купол», которые необходимы стране для защиты от ракетных ударов боевиков Хамас. 9 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа, поскольку считают, что это принесет только пользу палестинским боевикам Хамас. В тот же день администрация президента США Джо Байдена воспользовалась чрезвычайными полномочиями, чтобы разрешить продажу Израилю около 14 тысяч танковых снарядов без рассмотрения этого вопроса Конгрессом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.